Сначала снег топит реагентом, потом щетками полирует плитку чуть ли не до блеска. На аллее трудовой славы полным ходом идет расчистка снега. На уборку брошены погрузчики, тракторы и целая бригада дворников с лопатами. Эта аллея – главная достопримечательность района. Местные жители радуются. Гулять теперь можно, не утопая в снегу. Я смотрю, что убирают на аллее. Приятно, конечно. Потому что везде мы с детьми обычно с санками, с тележками. Сейчас удобно пройти, конечно. Убирают, убирают. Здесь четко все. Тропинки к школам и детским садам убирают от снега еще более мобильной техникой. В прошлом году городские власти закупили для этого 180 снега отбрасывателей. С такой техникой справится даже девушка, если очень этого хотеть. Правда, кадеты, как настоящие мужчины, не доверяют это дело женщинам. И все берут в свои руки. Раньше кадеты выходили на уборку школьного двора и спортплощадки всем составом, вооружившись лопатами. Сейчас и двух дежурных хватает, чтобы привести территорию школы в идеальный порядок. Веселит между уроками или развлекает. Городские службы ЖКХ и благоустройства встретили январские снегопады во всеоружии. На улицы города ежедневно выходят до 300 единиц спецтехники. Среди машин есть современные погрузчики, с помощью которых уборка идет гораздо эффективнее. Самарские скверы, парки и набережные под особым вниманием. Индивидуальный подход, конечно, применяется, потому что есть, конечно, различия между уличной дорожной сетей, где одно покрытие, да, и покрытие в скверах и бульварах. Здесь мы большую технику загнать не можем, потому что разрушение может быть. Ну и, соответственно, малогабаритная техника используется. Всего с начала года городские службы вывезли более 180 тысяч тонн снега на пять полигонов. А настоящая зима еще только начинается. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События.